Добрый день, друзья! В этом небольшом видео я хотел бы рассказать о чрезвычайно полезной вещи для художника вот в таком вот зеркале на треноге. Я его стал использовать не так давно, где-то, может, год назад, меньше. Нереально удобная штука при работе. Ну, как вы знаете, художники проверяют работы в зеркало часто на симметрию, на искажение, линейной перспективы, прочие там корявости, кривости. Наш мозг не умеет. Ну, такая штука интересная, особенно когда устанешь. Даже опытный художник очень много ошибается. Очень много кривизны какой-то, которую приходится, которую ты потом замечаешь, когда ты немножко отдохнул на следующий день или еще позже, когда уже достаточно поздно что-то исправлять. Неохота исправлять. Такие элементарные ошибки. Я раньше проверял работы в зеркало. Вот у меня тут прямо в комнате есть зеркало. Но, во-первых, ты ленишься каждые пять минут бегать, проверять. Там не то освещение. Освещение желательно вот это, хорошее освещение рабочего места. Как я решил этот вопрос? Тренога копеечная, Алиэкспресс или на Азоне можно найти зеркало. Причем зеркало достаточно большое. Вот здесь примерно А4 размер. Маленькое. Вот такое. Я раньше проверял. Такое что-то. Неудобно. Можно, но неудобно. Почему размер А4? Поскольку тебе должно быть комфортно двумя глазами, не одним глазом, что куда попадет, а двумя глазами видеть или большой участок работы, или желательно всю работу спокойно, без всякого дискомфорта. Вот это оптимально для таких достаточно средних и приличного размера работ. Да, здесь крепление для планшета. Можно что-то по-другому придумать. Здесь у меня крепление какое-то для планшета. Я нашел фанерку. Зеркало приклеил, чтобы если вдруг упадет, не разбилось. Но оно мне не падало ни разу. Вот удобное, мобильное. Сел, выставил на свой рост. Стал, если стоишь, то вот так вот выставил. Сейчас покажу примерно, как это выглядит. Вот так вот. При том же освещении, ну вам не видно, мне видно вот эту вот лошадку я сейчас рисую. Я бы ее не нарисовал без вот этого, без частой проверки в зеркало. Она была бы с большими ошибками. Сейчас она плюс-минус там, но без ошибок. То есть я взглядом раз в минуту или раз в пять минут проверяю себя на какие-то линейные ошибки. И мне не лень, мне просто стоит повернуть, сделать быстрый взгляд. И я как бы освежаюсь, вот как бы промываются глаза. Это, ну, как бы очень эта штука работает. Вообще за этот год, сколько я рисую, у меня такое чувство, что я как бы прямо на ступеньку вырос, поскольку у нее стало удобнее, вижу ошибки. И главные ошибки для меня, для живописцев, которые цветовики, ты видишь отчетливо при этом хорошем освещении все ошибки в цвете. Что-то вылазит, что-то какой-то вот там оттенок или тень слишком глубокая. Ты это не замечаешь, у тебя замылен взгляд. Зеркало раз тебе показало. Или где-то ярко, или где-то тухленько, наоборот, подтянуть нужно. Так что очень рекомендую завести себе вот такого помощника. Бесплатный советчик, консультант, который будет вам служить верой и правдой на все сто процентов. А девушкам, будет, девушкам-художницам, будет приятно посмотреть на себя, какие они прекрасные, с кисточкой в руках во время сеанса живописи. Все на сегодня. Спасибо за внимание. Успехов творчества.